Оренбургская надежда провела на домашнем паркете очередной матч в рамках Евролиги по баскетболу. Наша команда принимала лидера группы турецкий клуб Фенербахче, на счету которого ни одного поражения. Что получилось из этой встречи, узнаете прямо сейчас. Далеко не каждый матч Евролиги, который проходит на паркете Оренбуржья, сопровождается поддержкой обеих сторон. Сегодня именно тот случай. Две команды, два лагеря болельщиков, многократный чемпион Турции клуб Фенербахче во всех девяти прошедших матчах группового этапа Евролиги одержал победу. Надежде повезло меньше, однако в сегодняшней игре счет открывают хозяйки. Владея ситуации, они вырываются вперед в первом отрезке – 17-12. Но уже в самом начале второй четверти Фенербахче догоняет Надежду, а затем и вовсе меняет счет в свою пользу. За шесть минут до большого перерыва на табло опять ничья. В оставшееся время хозяйки успевают улучшить ситуацию. В итоге 36-32 впереди Надежда. Довольно неплохо для нашей команды складывается и первая половина третьего периода. Однако на седьмой минуте к печали оренбургских болельщиков турчанки берут ситуацию под свой контроль и уже не выпускают. В результате 50-58 в их пользу. В последние десяти минутки все усилия Надежды тщетны. Атаки чужого кольца все больше завершаются провалом. Фенербахче же напротив продолжает увеличивать разницу в счете. Как итог – победное завершение встречи. 60-72. Триумф празднуют гости. Сначала, мне кажется, мы были немножко сонны. В то же время мы не привыкли. Ну и после второго четверти, мне кажется, мы оживились немножко. Так как пошла буйстряка и начали играть наконец-то в защите. В начале игры всегда важна тактика. У каждой команды она была своя. Но по ходу матча получается так, что о тактике забывают все, вступают эмоции. Поэтому появляются ошибки. Для того, чтобы присутствовала наша собственная тактика, мы должны были играть агрессивнее и более активно. То, что команда набрала 24 очка во второй четверти, стало ключевым моментом. Я хочу поздравить баскетболиста к своей командой. Они вели очень жесткую игру. Роковая разница в счете. Как и в ноябре, в Турции Надежда уступила 12 очков. При этом сегодня, как и тогда, на старте оренбургские баскетболистки уверенно лидировали. Мы не забили свои открытые броски. Очень процент очень плохой. Один из худших процентов за все игры – это у Дуглас 14-2 за игру. И у Данилочкиной 12-4. Два игрока выбрасывают 36 атак и забивают, переносят 8 очков. Тяжело выиграть с таких процентов попаданий. Нашим баскетболисткам не удалось совладать с грозой Фенербахче Энджел Макаутри. Она одна принесла своей команде 24 очка. Самый лучший результат в составе «Надежды» у Ребеки Брансон – 14 очков. По словам Александра Ковалева, команда старалась дать бой лидерам группы. Увы, не удалось. Родные стены не помогли. Очень-очень много промахов. Точно так же в конце вы видели, как и в игре и с Курском, и сейчас из-под кольца много мажем. И может быть это фон усталости, может быть это потяжелый январь после отдыха, перерыва. Но мы готовимся целенаправленно, готовимся к каждой игре. Сегодня «Надежда» занимает третье место в группе с 17 очками, уступая испанской Авениде и турецкому Фенербахче. Ближайший матч Евролиги наша команда проведет в Польше против местного клуба «Полковицы». Редактор субтитров А.Семкин